Работа не волк Он не работодатель, он работовзятель Работовзятель и работодатель Это раньше же называлось, вот в старом ЗОК называлось так, работники и администрация Когда сделали этот вот трудовой кодекс, вместо администрации появился работодатель Как будто он работу дает, кому он дает работу Вот человек, который вас везет на автобусе, он работодатель в чистом виде Он свою работу тебе дает А вы сидите там, сидите и чирикаете в своем материале Вы работу взятие Я его работаю, я его эксплуатирую, я его труд Почему вы эксплуатируете? Эксплуатируете вот тот, кто ему мало платит Вот тот, кто является его капиталистом Они же не напишут, что он капиталист Работа дать Где сказать, благодарите меня, я вам работу дал А если вы от этой работы умрете, благодарите меня, что вы умерли от моей работы, а не от той, которую вам бы другой дал Да, потому что вы легко умерли от моей работы Легко сравнительно, да Как в шахте, например Нет, там не легко Прибыл капитализм Вот такие случаи Ни в чем не было В том же районе, десять лет назад, сто человек Да, вот И, как всегда, у них новейшая система оповещения, там, слежения И она не работала Все есть Но, потому что Причем отключают И работники Безутешная вдова говорила, что ее муж Заливал специально датчик водой, чтобы не пищал Чтобы не пищал, чтобы можно было поработать, получить еще денег Да Вот так Я скажу, капиталисты в своей погоне за деньгами Завлекают и рабочих в это дело Только рабочие за маленькими гонятся и рисуют свои жизни А те за большими и рисуют жизнь у рабочих Да В этом и разница А так, вроде как, все почти едино Они не считают, что они рискуют жизнью рабочих Да Они рискуют Что не считают Они говорят, рискуют Они это знают Они это прекрасно знают Ну, вы же знаете Они все это знают Что там, что там не знают Я вспомнил Карла Маркса, который цитировал, правда, другого специалиста, журналиста даже, вроде как не экономиста, в первом томе капитала, который говорил, что если прибыль составляет Сто процентов То предприниматель оживляется Если двести процентов, то предприниматель может перешагнуть через многие моральные установки А если триста процентов, то нет такого преступления, на которое не пойдет предприниматель, даже по страхам смертной казни Хорошо информированные люди говорят нам, что уже началась Началась уже лекция Так что вот, но я уже и начал, так, практически Ну, от Маркса, конечно, нормально Да, мы уже начали Здравствуйте, уважаемые товарищи Это вопрос, чтобы те вот товарищи успели Значит, я вам представлюсь Меня далеко не все знают из присутствующих Да ладно, кто вас не знает Да, это Михаил Васильевич Мы с вами знакомы Больше шестидесяти лет Как я тут прикинул Не надо грустно Мне надо Да, не надо грустно Больше И мы ровесники Вот Так вот Удивительная вещь Ну и вот Отрадно, что до сих пор вместе и в общем единомышленники, безусловно Тоже отрадно Но мы сейчас будем говорить Почему мы единомышленники? Потому что мы марксисты Вот И потому что марксизм до сих пор является учением Безусловно Как говорил Владимир Ильич Ленин Говорил, что марксизм является учением Безусловно верным Почему он верное учение? Да потому что он подтвердил свою верность Критерии истины Каков? Практика Ну вот Марксизм уже До момента Деятельности Активной Владимира Ильича Ленина Уже подтвердил Свою истинность На практике И до сих пор Подтверждает каждый день Хотя Вот Как Ленин писал В работе Я тут две работы принес С собой У меня Задача Да Я так и не представился Огородников Владимир Петрович Доктор философских наук Профессор Вот Значит Уже тоже 35 лет как доктор и профессор Да Тоже изрядно Да Ну вот Стаж большой Так что есть над чем поразмыслить Все эти 35 лет Ну и конечно раньше И так не смотрят Да От марксизма Нет Ни в коем случае Нет Никаких контраргументов Я знаете Могу изменить свою позицию Кстати В большом университете Вы не слышали Мне Передали Не Не сейчас А уже так После Вот нашей Так сказать Демократической Перестройки Что меня там называют Замшелый марксист А каково За глаза Некоторые граждане То есть Вот догматик Такой Закоренел Вот никак не может Отказаться от этой Догмы Поэтому и замшелый То есть Мохом порос Как белый Мохом порос Да Вот такой Ну я говорю Я могу отказаться От некоторых Своих взглядов И даже может быть Убеждений Если Найду какие-то аргументы Ну вот на протяжении Всей своей жизни Я контраргументов Верских Против марксизма Не находил То есть Вы всю жизнь Посвятили поиску Аргументам Нет Всю жизнь Я в общем-то Боролся Да За марксизм И марксистскую Философию И Старался как-то Ее развивать Но у нас Сегодня Речь идет О единстве Марксизма Я вот Уже не первый раз В этой аудитории Я даже читаю Такую лекцию Да Провожу лекцию Беседу Сколько у нас Такая атмосфера Что у нас не лекция А лекция беседа Атмосфера Там много еще Да Вот Михаил Васильевич И два канала еще Которые Десятки тысяч Да Два канала Десятки тысяч Да Среди них много Работников ФСБ Вот И думаю Когда Немного Некоторые считают Мало Сколько 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 Ну ладно Так вот Задача моя Такая Тем более За час Остался От этого часа Ничего Показать единство Марксизма И я вот Всегда Когда эту тему Открываю Перед любой аудиторией Перед вашей Тоже сейчас Думаю Наверное Эту лекцию Надо было поставить В конце Процесса изучения Марксизма А тогда Можно Будет Во все Я бы был Во всеоружии Оперировал Да Какими-то Вашими знаниями Да Уже имеющимися По поводу Марксизма Трех составных частей Показать что не идея Ага Ну я буду Оперировать своими знаниями Но они должны Как-то Откликаться В вас В ваших умах Вот Так вот Поэтому Такой Абрис Я дам Только Абрис Вот Абрис Очень короткий И очень четкий По поводу Единства Марксизма Да Владимир Ильич Ульянов Ленин Не безызвестный Наверное вам Хотя бы по названию Работает Три источника И три составных Счастья Марксизма И тут же Вот интересно В этой же брошюрке Да Под этим же переплетом Вот брошюрка Видите сколько стоила 7 копеек Есть у нас такая цена Это советская брошюрка Естественно Сейчас Здесь да Карл Маркс Работа Того же Владимира Ильича И что интересно Того же времени 1913 год И та И другая работа Работа Карл Маркс Была специально написана Заказная Для Энциклопедического Словаря Враггауз И вот А три источника И три составные части Марксизма Появились сначала В газете Ну потом они Уже в советское время Были опубликованы И отдельно И в собрании Сочинений конечно Ну ясно Да Так вот Почему я эти Вот принес Еще я принес Вот еще одну Такую работу И даже Книгу Вот эту я принес Книга Для меня Очень важна Знаете Вот лично Почему я Будучи инженером По изначальному Образованию Все таки стал философом Вот это Благодаря вот этой книге Тоже Эта книга Имеет отношение К нашему Сегодняшнему разговору Это работа Фридриха Энгельса Антидюринг Вот в этой книге Единство Марксизма Развернуто Как нельзя Более полно Ну вернее Гораздо более полно Развернуто В работах Маркса Энгельса Безусловно Ну вот здесь Вот Я даже Называю это Ну в кавычках Конечно Библией марксизма Вот все три Составные части Марксизма Здесь кратко Лаконично И очень ясно Как это умел делать Фридрих Энгельс Изложено Поэтому я вас отсылаю Естественно я Сегодня Пересказывать Эту книгу Не могу Вот А вот Основные идеи Владимира Ильича Ленина Которые В этих работах Три источника И три основные части Марксизма И работе Карл Макс Показывает То что он Выразил Очень афористично Что Марксизм Это учение Вылитые Из единого Куска Сталина Кстати по этому поводу Очень много Всяких Вот до сих пор Я специально Вот перед встречей с вами Набрал это В интернете Посмотрел Там знаете Как только Не Издевается Над этим Метафорическим Выражением Ну а если Не издевается И просто Не ерничает То значит Пытается теоретизировать И говорят что Учение Марксизма Гетерогенно То есть Оно Неоднородно И Гетерогенность Это значит Неоднородность По происхождению Так Ленин это и не отрицал Да Неоднородно По происхождению Да и Неоднородно Абсолютно По составу Составные части Раз Три составные части Значит они Не одинаковые Ясное дело А вот Это метафора Единого Куска Сталина Потому что Оно действительно Едино И здесь Все три составные части Марксизма Они увязаны Друг с другом Очень Дилектично И Одна Часть Служит Основой Другой части А Та Служит Их единство Третьей части И вот Так сказать Вот такое Триединство Безусловно Достигнуто Было В этом учении Маркса И Энгельса Конечно Поскольку Энгельс тут тоже Очень Много сделал Для развития Вот книга Энгельса Анти Дюринга Это вот Библия Марксизма Здесь он Дюринга критикует Как раз По его взглядам На марксизм По существу Вот Так вот Что же такое Три источника И вот Ленин тут пишет Вот знаете Все таки я Никогда не был Догматиком Хотя меня Заявляют Как догматика В последние годы Мои коллеги Доктора Философских Наук Которые Отказались Легко От марксизма От коммунизма Ну да А вы говорите Что не ренегат Ну нет Это не нравится Ну нет Я не буду их там Обзывать А я не обзываю Называйте Да Правильно Я с вами согласен Но дело в том Что Вот Я Проверил мы даже Этот пассаж Вот смотрите Что пишет Ленин Просто В коротеньком Предисловии Этой Маленькой Статьи Это же Маленькая статья Вот специальная Принешь Показывать Вот она Всего-то Видите Три странички Поэтому Это вот Квинтэссенция Значит А когда Достаточно Вот изучить эту работу И все Экзамены Кратко изучить Ну вот Вот Недостаточно Конечно Недостаточно Вот Ленин Ставит Вот в предисловии Такую Задачу Перед собой Которая Обусловлена Тем Что он пишет В тринадцатом году Уже в Тринадцатом году Когда это было написано Что учение Маркса Сейчас вызывает Себе Во всем Цивилизованном Мире Величайшую Вражду И ненависть Всей буржуазной И казенной И либеральной Науки Которая видит Марксизме Нечто вроде Вредной секты Которая Вот Марксизм Как учение Пытались доказать И кстати До сих пор Пытаются доказать Но Как-то не получается А сами Себе они доказали Ну Самоубеждение Великая сила Иногда Вот Что Это Такая В стороне Столбовой Дороги Развития Вообще Науки И общественной Науки Учения Маркса Вот Ленин Этой Небольшой Работкой Такой Своей Он Проверг Вот Этот взгляд Он показал Что Учение Маркса Триедина И в этом Триединстве Она имеет Основание В предсердствующем Развитии Науки Общественной А в частности Какой науки Вот Здесь Ленин Перечисляет Это Немецкая Философия Ну Я должен Буду конкретизировать То что Ленин не делает Что именно Английская Политическая экономия И французский Социализм Да Вот Это Источники Теоретические источники Марксизма Которые Конечно Не были Марксом Энгельсом Просто так Соединены Знаете Это произвольно Даже когда щи варишь Нельзя произвольно Там Свалить капусту Там Морковку Там В любом количестве Как Бог на душу положит Да Соединить Там Сыпануть соли Там Неизвестно сколько Ничего не получится Неудобоварима Будет пища Естественно И марксизм Как вот единственное Он не мог представлять собой Простой конгломенат Вот Тех этих источников Тем более Эти источники Были пересмотрены Переработаны Творчески И Тут были получены Совсем новые Составные части Вот Источники Ленина Вот я чуть-чуть поправлю Позволю себе Такое Да Чтобы Меня в догматизме Вот он пишет На этих трех источниках И вместе с тем Составных частях Марксизма Мы вкратце И остановимся Ну вот Как я его поправлю Понимаете Источники Он назвал Я Не спорю С Владимиром Ильичом Да Это источники Но вместе с тем Составные части Это не составные части Потому что Немецкая классическая философия Это не составная часть Марксизмской философии Вот Источник Да Английская Политическая экономия Ну тут вот Сидит Большой специалист Мне не считаю По Политэкономии Вот Вот Он скажет Что английская Политэкономия Конечно Она Не является Составной Частью Источником Да В определенном отношении Переработанное Безусловно Точно так же И французский социализм Можно так опять Ленина поправить Не только французские Там еще были Он имеет в виду Кого Это Сен-Симон Жан-Клод Сен-Симон Ну Француз Истины Шаров Фурье Ну и потом Еще там Примесался Англичанин Роберт Оуэн Вот они Трое Уже в начале 19-го столетия Они Разработали Вот эту концепцию Утопического Социализма Ну у них тоже Был предшественник Тоже не на голом месте Опять же Англичанин И вы наверное Слышали это Имя Томас Мор Да Который Вот Сам термин Утопия Да Утопический Социализм Идет От названия работы Мора О чудесном острове Которую он назвал Утопия И о том Моряке Который Чудесным образом Спасся После Так сказать Мытарс На Судне Своем Разбитым И в конце концов Повествовал О том Как он побывал На этом острове Какого-то устройства Там Социалистическое Якобы Ну В каких-то моментах Социалистическое Действительно Ну это Такой утопический Социализм Я не имею возможности Конечно эту работу Мора разбирать Я просто укажу Что Мор-то был Действительно Исходным Теоретиком Утопического Социализма И само Слово Утопия Место Которого Нет Дословно Переводят Утопис Топис Топис Место Отсюда Топография Топология У Отрицание Место Которого Нет Вот И Мор Наверное Не случайно Так Назвал Это Чудесный Остров Где вот такое Чудесное Государство На принципах Социального Равенства Правда Потом Когда моряка Спросили А кто там Тяжелую И грязную Работу делает Так этот моряк Не моргнув глазом Сказал Да крабы И получается Вы понимаете Какой социализм Интересный На спинах рабов Да Сделанный социализм Да Ну то ж Как-то Раз нет социализма Ну да Поэтому и Нету У Топа Нету Этого места Нет такого острова Но кое-какие Черты были Вот Так вот В каком отношении Да Какие составные части Марксизма Да Ну вот Это не то же самое Ленина Вот я поправил Ну Ленин Он написал Великое множество произведений Полное собрание сочинений Видели Когда они просто так Смотрели Да И Он при этом был Не только теоретиком И не столько даже теоретиком Сколько практиком Как вы знаете Как Майковский писал Он придет Придет Великий практик Поведет Тропами битв А не бумаг Как вот Маркс и Энгис Да Ну они там тоже Практически действовали Создали Союз коммунистов Там Программа Знаменитый Манифест Коммунистической Партии Ну так вот Значит А составные части Это какие Составные части Это марксистская Философия Вот Опять же Он Она Не едина Состоит из двух частей Это Значит Дилектический материализм И Так сказать В чистом виде Философия И Конечно Исторический материализм То есть Это Материстическое Понимание истории Раскрытое Дальше Если говорить Вот связи там Источников В каком отношении Немецкая философия Относится К К марксистской философии Дилектическому И историческому Материализму Значит Ну вот Отдельно Я еще скажу Сначала Рассмотрим Английская политическая экономия Вот Ленин показывает В чем это Кто такие Вот Вы В школе-то учились И конечно Читали Евгения Онегина Вот И да Заучивали И помните Что Пушкин пишет Что Онегин Он Так Ученый малый был Но педант И Что же он Вот Он кое-что Конечно Читал Эрудитом был Бронил Гомера Феокрита Зато читал Адама Смита И был грубо Адам Смит И есть Один из Представителей Английской Классической Классической Политэкономии Который Имеет в виду Владимир Ильич Ульянов Ленин Который Источником Источником Предпосылкой Ну а кто еще Кроме Адама Смита Знаете нет Еще был такой Ага Рикардо Да Совершенно верно Давид Рикардо Вот Так вот Чем они Прославились Вот Да Маркс в отдельной еще письме Говорил Что не я открыл Что Не он открыл Трудовую теорию стоимости Не он Не он открыл Да Трудовая теория стоимость Вот была создана Этими английскими Политэкономами Согласно которой Каждая Вещь Имеет стоимость Не цену А стоимость Тут наверное вам Михаил Васильевич Уже посвятил Чем различается Цена и стоимость Вот Стоимость Она соответствует Чему Общественно Необходимому Рабочему времени Для производства Этой вещи Общественно Необходимому Не только Кто там Потратил Так вот Это конечно Была основа Трудовая теория стоимости Что стоимость Создается Не чем-нибудь Не кем-нибудь Не Какими-то там Размышлениями А трудом Создается Стоимость Это конечно Было Завоевание Английской Классической Политэкономии Вот этих Самых товарищей Господ Конечно Вот Ну и французский Социалист Он пишет Французский Социалист Какие Какие Ну вот Я уже назвал имена Это Сен-Симон Фурье Ну и вот Роберт Оуэн Да Который к ним Кремкручник к ним Ну кстати Роберт Оуэн Зеретизировал Да Практически Осуществить Там В французском Социализме Вот идеи Томаса Мора Развивались Да Вот Сен-Симон конечно В этом действительно Преуспел Поэтому можно говорить О французском Прежде всего В теоретическом плане Социализме Ну Утопическим Потому что У Сен-Симона И у Шарльфурье Были Обоснованы Вот Первое Слово Что такое Социализм Вот У Томаса Мора Не было этого слова Мы его называем Утопистом Социализм Да Его Утопизм Такой Да Но социализм Вот это вот Фурье И Сен-Симон Вот они это Слово то в общем Так сказать Разработали И не только слово Естественно Понятие надо было определить А определение понятия Это указание На те существенные Характеристики Которые Принадлежат Тому классу Явлений Предметов Которые Мыслиться В этом понятии Это я так В логику ударился Да Что такое Определение понятия Да вот они Определили в первом Принадлежении что такое Социализм Да И они уже Говорили о том Что необходимо Вот Они Не сделали того Что сделал Маркс Он не открыл Диалектику Ни Сен-Симон Ни Шарфуе Ни Роберта Они открыли Диалектику Производительных сил И производственных отношений Это сделал Маркс Да Но Они Вот В частности Отпираясь Тоже в свою очередь Еще на Английских Вот Эти Классиков По английской политэкономии Которые жили И трудились Тоже За сто лет До них Да Они значит Говорили о том Что Распределение Это нужно При социализме Знаете какой принцип Распределение По Чему По труду А? По труду Да по труду Вот Раз вот Опираясь на трудовую теорию стоимости Значит вот Надо По труду и распределять Да По количеству и качеству труда Вот Это тоже была Их наработка Весьма существенная Предпосылка Ну А потом уже Маркс Конечно с Энгельсом Это развернули В чем Вот я вам Да Вот Очень Абрис такой Краткий Трех Источников Очень Неполный Да Так просто назвал Три источника Она Три составные части Тоже назвал Ну а в чем они состоят Вот Философия марксизма В чем Принципиальное отличие Философии марксизма От тех источников Вот Немецкая классическая философия Что они там Могли взять Переработать Существенно Переработать Да Прежде всего Речь идет О двух Философов Представителей Немецкой Классической Философии Это конечно Георг Вильгель Фридрих Гегель Которому Они уделяли Колоссальное влияние Мало того Ведь Маркс И Энгельс Были так называемыми Младогегельянцами В юные годы Когда они Познакомились Ну разница у них Два года Так Напоминаю вам Там По рождению Маркс 1818 А Энгельс 1820 Так вот Два года Ну а они Тем не менее Подружились Два года Это не такая Большая разница Да Как вы понимаете И вот они были Младогегельянцами То есть поклонны Ками Гегеля Даже в кружок Там такой Гегельянский Это тогда было Очень модно В их времена Ну когда они уже Были конечно Юноши Не в двадцатом же году Как только родились Они стали Младогегельянцами Ясное дело То есть к этому времени Георг Георг Георгин Фридрих Гегель Благополучно пощил Когда они Ну вот Как это всегда бывает Слава приходит К человеку После смерти Гегелю Слава Пришла После смерти Вот При его жизни Более славен Был его друг Кстати Более младший Ну ладно Не буду я Залезать там В эти подробности Оставлю Самого себя Остановлю Значит Так вот Что у Гегеля Это у Гегеля Это что Почему вот они Так почитали Гегель Но они Потом все-таки Отрешились От гегелевского Идеализма Ну вот гегельский Дилектический метод Вот это Приобретение Гегельской философии Значит Гегель Сейчас не буду О гегелевском Дилектическом методе Понимаете В двух словах Не скажешь Вот это вот Михаил Васильевич Вам там преподносит В ряде Тоже не в двух Ну не в двух словах Да А во многих Вот И что еще Еще одну фигуру Там их было много конечно Да Но Еще одна фигура Это вот Фигура Людвига Андреаса Я так из уважения Называю Полным именем Гегеля Андреаса Фейербаха И по этому поводу Вот Фридрих Эндис Кстати Потому Какую роль сыграл Фейербах В их Мировоззрении В их философском Становлении Эндис написал Великолепную Работу Где там вообще И основной вопрос Философии Формулируется Много чего есть Которая так и называется Людвиг Фейербах И конец Классической Немецкой Философии Вот Небольшая работа Но очень Знаете Насыщенная Эндис отличался Вот я вам скажу Честно От Маркса Маркса считать трудно Тяжело Я вот Первый том капитала Я его Одолевал Три раза С карандашом Что называется С ручкой в руках Конспектируя Записывая на машинке Еще Компьютеров не было Выдержки Какие-то Мозгуя Почитайте Почитайте Конспект Науки Логики Гегеля Которые В философских Сетрадях У Владимира Ильича Так Владимир Ильич Ну Не могу Даже Сопоставить себя с ним Да По уровню IQ Да И так он и то Значит Тут-то там пишет На полях Темна вода Вот По поводу Некоторых изречений Он не понимает Что имел ввиду Так надо было Продраться Через это все Ну Маркс Энгельс Они очень хорошо Овладели Они поняли Что что-то у Гегеля Не так А почему они поняли А потому что Вот Фейербах Фейербах Который был Гегельянцем Да мало того Он был прямым Учеником Гегеля Мало того Фейербах Он Своему отцу Написал такое Что вот Если бы мои дети Мне такое написали Я не знаю Что бы я с ними сделал Вот Они Он написал такое Что ты меня Извини отец Но вот Гегель Для меня стал настоящим Духовным отцом Ты для меня Так сказать Вот отец такой Физиологический Что называется Вот А вот Гегель Да Вот мой отец Я его почитаю Вы сразу Сдовольствием сняли Да Да что же такое Да чего же еще Кормить то да Вот Так это во времена Студенческие Вот Гегель то В Берлинском университете Тогда профессором был Ну и Там С Гегелем Многие конкурировали Но он Несмотря на то что По свидетельству его Учеников Студентов Читал Не очень Внятно Так же как и писал Темна вода Да Действительно Я то помню Как вот Одолевал науку логики И капитал Маркса вот По тяжести Они сопоставимы То что надо Одолеть Там надо Очень много Знать Безусловно Уметь Соображать И так далее Но так тем не менее Вот Вот Людвиг Фейербах Он значит Увлекался Почитал Считал Отцом А после Значит Выхода из университета Вдруг У него Произошло Переворот Мировоззрения И он там Пишет Сначала Статью Критики Гегелевской Философии А потом Дальше И то есть Он вообще Отказывается От Гегеля И полностью Отказывается От Гегеля Он и диалектики У Гегеля Не нашел И потом По образному Уражению Фридриха Энгельса Людвиг Фейербах Фейербах Вместе с Гразной водой Гегелевского идеализма Выплеснул Из корыта Отмывая Философию Гегеля И ребенка Гегелевской философии Его диалектику Вот что он сделал Фейербах Фейербах Ну вот Вот Да То есть Вот он Гегельскую Диалектику Выплеснул Но Фейербах Оказался Метафизическим Материалистом Материалистом Он стал на позиции Практической Но его Антропологический Так сказать Материализм Не совсем был Материализмом Но все-таки По отношению Гегельскому Абсолютному Объективному идеализму Это был Безусловно Материализм Ну и потом Его работы О сущности Христианства Ну конечно Это так сказать Такая Критика Объективного Идеализма В лице Христианства И религии Что Более основательной Наверное До Фейербаха Не было Даже У Бенедикта Баруха Спиноза Который тоже Занимался критикой Библии И его там Отец даже Подослал к нему Киллера Спинозе Да Отец Но Киллер промахнулся Потому что Его из еврейской общины Выкинули Исключили из Школы Прессионагоги Спиноза уже Спиноза Не Фейербаха Ну то есть Это было Задолго До Фейербаха За сто лет С Гаком Но Вот Фейербах Вот он Все таки Материстическое Свою позицию Он четко выразил И вот Фридрих Энгельс Людвиги Фейербахи В этой работе Людвиги Фейербаха Конец классической Немецкой Философии Немецкой классической Философии Перестал Название Значит он Пишет что После прочтения Книги Фейербаха О сущности Христианства У нас просто Просветление Произошло какое-то Вот Мы сразу Стали Как он пишет Ну в дословном переводе С немецкого Фейербахианцами Или Или Фейербаховцами Как лучше Ну там Вариант перевода Фейербахианцы То есть Они почитатели Фейербаха Но они поняли Все таки Что Фейербах Критикуя Гегеля Он так сказать Ребенка то не заметил Вот это ядро Которое Ни в коем случае Нельзя было Выбросить Выкинуть Да И они это Ребеночка то этого Взяли Воспитали В своей среде И поставили По образному выражению Того же Фейербаха Энгеса Диалек Гегеля Они поставили с головы На которой она стояла На ноги То есть На материстическую Платформу И вот Диалектический материзм Это и есть Коренное преобразование Да Немецкой Классической философии Что-то Вот Подсказал Фейербах Основа Гегельская Концепция Которую Они имеют Никакой возможности Даже вкратце Освещать Как вы понимаете Ну поэтому Только названия Оперируют Вот И Идилектический Материализм И на основе Идилектического Материализма Они уже Могли пересмотреть Истории Развития общества Но не только Диалектического Материализма Я говорил о единстве Марксизма Не только Тут надо сразу Вспомнить Вот Исторический Материализм Он не мог Прямо вырасти Что называется Из дилектического Материализма Подставляй там Какие-то формулы Диалектического Материализма И получаешь историческими Не получится Потому что Ну в обществе Какие силы Там Вот Ясно Диалектический Материализм Что подсказывает Ищи В бытии Общества Противоречия Какие-то Объективные Которые Являются Двигатели Развития Общества Прогресса Может быть И регресса Ищи А какие Он же не указывает А вот надо же Было это открыть А это Открытие Надо было сделать Благодаря Рассмотрению Уже Пересмотру Английской Политической Экономии И Вот Маркс Вы знаете Он как раз Больше всего Преуспел И вот Четыре тома Капитала Вот Кто Прочел до конца Тот Тому уже можно Ставить После смерти Хорошее Надгробие Потому что Это да Это работа Это работа Действительно Ну Может я Вот Михаил Васильевич Мгновенно Доделся Первого раза Два раза Читал Один раз на русский Другой на английском Ну вот видите Я Встаю И снимаю шляпу Так образно Вот Так что Наверное Надо было читать На английском Или даже На немецком Ну вот 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 так А Нихтферштейн Куда на немецком Там Соваться читать Подлинники Капитал Да Вот что называется А ведь всякий перевод Он искажает Уж перевод Так скажем Поэзии Это уже совсем Новая поэзия А перевод Прозы тоже И вот по этому поводу Всякие искажения Марксизма Нынешние Иногда Связывают Вольно Или Невольно Бывает и вольно То есть Злонамеренно С каким-то искажением Вот Толкования Да Трактовки Положений Так переведенных Или так переведенных Вот Мне сегодня на лекции Одна Слушательница Сказала Ну как же Ленин говорил Что всякая Кухарка Должна управлять Государством Я говорю Где это он говорил Такое Вот Вы понимаете Вот это искажение Тут не перевод А просто вот так Трансформация Искажает До Как говорится До неуздавальность Понимаете Как это Каждая Кухарка Она так вот Вытерла Руки И пошла Государством управлять Понимаете Абсолютно Ну я вернусь Все таки К марксизму Да Тут Тут тоже Это имеет Отношение Кстати к марксизму Да Как можно И кто может управлять Государством Кому можно поручить И каким государством Можно управлять На основе Какой теоретической И потом практической Подготовки Так вот И так Значит Английская политэкономия И Политэкономия Маркса Существенно Переработана Совершенно Новое Учение Появилось Вот Которое здесь Ленин Называет Краеугольным Камнем Марксизма Вот Прямо здесь Это Краеугольный Камень Марксизма Что это такое Учение О Прибавочной Стоимости Есть Краеугольный Камень Экономической Теории Маркса Значит Вот Почему Ну опять же Я не могу Тут Разворачивать Сейчас Повествование Прибавочной Стоимости Маркс Томп Позветил Этой Теории Ну вот Ну и много других Работ Там Популярна Критика Прудона Там например Есть Работа Такая У Маркса Нищета Философии Отповедь Философии Нищеты Экономиста Кстати Французского Тоже Прудона Как французский Утопический Ну это Отдельный разговор Вот там Маркс Еще до Капитала Обосновал Некоторые моменты Вот Этой Концепции Теории Прибавочной Стоимости Которая Потому что Раскрывает Сущность Капиталистической Эксплуатации Вот почему А вот Тот же Прудон Он считал Да Вот Конечно Это Капитализм Он Негативно Относился Да Философия Нищеты Работа Политэконома Жака Прудона Который он написал Критикуя Вот Капитализм Да Как строй Который дает Вот нищих Там Обездольных Людей А почему они Обездольные Да Прудон Капиталист Прямо Обворовывает Вот Работающий У него И все Вот Воровывает Но Маркс показывает В своей работе Нищета Философии Вот видите Название Обращается Да Вот Кстати Потом Еще один Деятель Буржуазной Философии Перевернул Уже Название Маркса Нищета Философии Критика Прудона А Карл Поппер Он Значит Написал Нищета Истерицизма Такую Значит Прошу Вот Ну это Отдельный разговор Тоже критика По существу Марксизма Тоже критика Кто только не критиковал Вот Марксизм Вот Так вот Значит Новая политэкономия Она раскрывала Сущность Капиталистической эксплуатации И причем Очень Филигранно Дотошно Первый том Капитала Это вот Такая Политэкономическая поэма Это Настолько Новый труд Вот я говорю Сложно Но как только Его одолеешь Начинаешь понимать Какой могучий Человечище Да Маркс Все-таки Как он вот это Все раскрыл Это открытие И это открытие Понимаете Закон Который говорит Маркс Тут мне тоже Сколько я встречаюсь С критикой Марксизма Да Постоянно Просто сейчас Вы знаете Стало просто модным Если ты не критикуешь Марксизм А наоборот Вот защищаешь его Так это Ты просто Ретроград Марксизм Да Отсталый Навсегда Вечно Вчерашние Как называли наши Псевдодемократы Коммунистов Да Которые остались На коммунистических позициях Членов КПСС 90 процентов Которых сразу Стали антикоммунистами А вот 10 процентов Остались Как мы с Михаилом Васильевичем Так они прибавочную стоимость Получают Ага Вот Да Вот зато Они получают Правильно Вот То есть Не просто так Вы же понимаете Им все равно Под каким флагом Там идти Главное Получать Вот Вот здесь Вот Так что Этот момент У Маркса Это конечно Действительно Вот Политэкономия Маркса Вообще Это Центр марксизма Вот Без Политэкономии Маркса Нельзя было бы создать Созданное Тому же Тем же Марксом Вот эту концепцию Исторического материализма Понимаете Так вот ее Обосновать Фундаментально И Даже Математически Вот Маркс писал В одной из своих работ Что Та наука Та наука Достигает Совершенства Истины Которая Доходит До математического Обоснования Своих положений Так вот Маркс дошел до Математического Обоснования Своих положений Не зная Высшей математики Читать первый том Уже капитала Бесполезно Бесполезно Потому что Вы ничего не поймете Там Вот А вот Не зная Правильно я говорю Нет? Не правильно? Нет Там ничего Высшей математики Нет Основания Основания Там Высшей математики Используется Не сама Основания Основания Высшей математики Вот Используется Ну вот Теперь Значит Что Еще Ну и Что я не затронул Это Конечно Вот От французского Утопического Социализма Берется Некоторые Моменты Вот Трудовая Теория Стоимость От политэкономии Плюс Социалистический Принцип Оплата По труду Да Некоторые Социалистические Моменты Которые Были Осуществлены У нас В Советском Союзе Только Впервые На практике Вот И Суть Производственных Отношений Но это все Надо было Конечно Еще сформулировать Вот В этой Концепции Уже Научного Коммунизма И вот У Энгиса Я ссылался На то Что это Библия Марксизма У него Есть Последовательно Он идет От философии Марксизма Критикует Несчадно Там Несчастный Дюринг Что с ним Произошло Если он Познакомился Наверное С этим Произведением У меня нет сведений Как он отреагировал Я бы на его месте Повесился После Такой критики Потому что Камня на камне Просто Такая Критика Беспощадная А потом Идет По всем Вот С основным Частям Марксизма Прошелся Энгис критикуя Но он критикуя Критика то у него Конструктивная Он дает Позитивный взгляд Вот Что мы имеем в виду Как нас тут Дюринг переврал И вот Отталкиваюсь А что мы Вообще имеем в виду С Максом Поэтому Значит Тут и конечно И исторический мотивизм И вот Что И политэкономия Есть И Теория Вот Научного Социализма Или теория Научного коммунизма Как у нас Вот изучалась Да и у нас Это Значит она Суслова изучалась С 62-го года Ну да А до этого научный социализм Да научный социализм был Да А потом научный коммунизм Правильно Спасибо Михаил Васильевич Хорошо вот иметь Такого вот Референта Рядом Как Вы Всегда Поправят Подскажут Да Сравнили Вот Значит Вот Вот Таким образом Я дал Такой вот Абрис И Ленин Когда Подводит Некий итог Этой своей Маленькой Работе Кстати Более Так сказать Подробно И более аргументированно Со всякими там Даже цитатами Ссылками То же самое То же самое И не случайно Вот в этой книжечке Маленькой Объединены две работы Ленина И в том же самом Тринадцатом году Ну вот Вышло тут Печатать Он Предисловие Написал Уже в восемнадцатом году Но первый раз В словаре Энциклопедическом Было издано В тринадцатом году Работа Карла Маркс Там тоже Учение Естественно Карла Маркса Марксизм Рассмотрим То есть Здесь В три источника Это Абрис такой Дается И он Ленин так и пишет Что вот такой краткий Я дам Такой краткий Отчет Да Вот Даже не отчет Как он тут Говорит Значит Абрис вот этого Учения Ну вот Интересно Что Ленин В конце этой Маленькой работы Три источника Три социальные части Марксизма Он Говорит В чем же Состоит Гениальность Маркса В чем Состоит Вот эта Сила Марксистского Учения В целом Вот Единого Марксистского Учения Где вот Каждая часть Подкрепляет Другую Вот он Пишет Такие вещи Пишет Ленин умел Просто Так Излагать Сложные вещи Вот Вот он Пишет В конце Небольшой Работы Люди Всегда Были И всегда Будут Очень актуально Глупенькими Жертвами Обмана И самообмана В политике Пока они Не научатся За любыми Нравственными Религиозными Политическими Социальными Фразами Заявлениями Обещаниями Вы знаете как Предвыборные Обещания Со стороны всех Партий Разыскивать Интересы Тех или иных Классов И вот Он пишет Что вот это Учение Классовой Борьбе Развернутое Через Так сказать Использование Всех трех Составных Честей Марксизма Да С использованием Тех Он Это является Главное Приобретение Хотя Маркс сам писал Что не он Открыл Классовую борьбу Английские Политэкономы Они уже открыли Классовую борьбу Но он открыл То что Классовая борьба Она Неумолимо Не неизбежно Но неумолимо И закономерно Идет к обществу Без классов Диктатура Пролетариата А диктатура Да А потом уже ведет К обществу Без классов Вот в этом и сила Марксизма И мы убеждаемся в том Что как не критикует Тут Как не критикует Марксизм Не пытается его даже Замалкивать Замалчивать Пардон Мы все еще Так сказать Живем Уже В капиталистическом В этом Строи В этом Капитализме Который Так диким И остался Разбойным И сейчас По Марксу Как ни странно Он в снятом виде содержит Вот Потому что Вот Опять Значит Кому живется весело Вольготно на Руси Помните Произведение Некрасова Вот Так вот Кому живется весело Там У Некрасова Купчини Толстопузовому А у нас Кому Толстопузовому Первое Да Попу И царю Да Вот там Три Кому Сословия Так сказать Класс Который живется А кому У нас Тот Кто владеет Средствами производства Причем не де юра Даже А де факто Главное Это Потому что юридически Могут не владеть Там вот Топ-менеджер какой-то Да Чего это он Да Высокий топ-менеджер Он шахты там Люди получают Я очень удивился Когда узнал Вот Бизнес ФМ Это передача Источник моей эрудиции По поводу Современных дел Они Поразительные вещи Бизнес ФМ Понимаете Незапрещенный Никакой не иной агент И название Это Бизнес ФМ Да Вот Они вот Говоря об этой трагедии В шахте последней Они Говорили то Ну что это Так сказать Любой ценой Нажива Вот А люди Кто не думает Конечно Да Я думаю батюшки Ну что ж такое Вот Такие высказывания Это От марксизма идут А не от капитализма идут И Кому живется У кого Значит Вот Я начал говорить о топ-менеджерах Вот топ-менеджерах Которые в частности Там Управляют у нас И этим делом Да Добычей Полезных Испокаиваемых У них Зарплата Доходит До миллиона Рублей В день В день В день А у этих Несчастных Я был поражен Вот сказали Только что По Бизнес ФМ Что средняя зарплата Шахтеров Там На этой самой Злосчастной шахте 50-60 тысяч В месяц А не в день Вы понимаете Люди Работают На износ Даже если они Не погибнут У них средняя продолжительность Жизни 50 лет И вот за такой-то труд Да Все время под угрозой смерть Потому что охрана труда Она невыгодна Зачем Да Мы там других найдем Работников В конце концов Вот А? Как вы это подвели Как раз к следующему вопросу Да О забастовках А у вас тут Как раз Ну вот Мы с вами местами поменяемся Да Ну вот Понимаете Вот невыгодно А где там Вот кстати тот же бизнес ФМ Там могли бы защитить профсоюзы А профсоюзы Это бизнес ФМ Говорит В лице Бофта Это Политического обозревателя Я очень удивляюсь Думаю Что ж такое там Бофт Марксист совершенный Так слушаю Вот Он говорит А профсоюзы там вообще И не работают Их там и нет На многих сферах Понимаете Вот То есть некому защитить Даже рабочего Вот этого Шахтера несчастного Действительно несчастного Во всех отношениях За вот такую Зарплату Которая позволяет Ну там у них Детишек то В каждой семье По два по три человека В среднем Понимаете Вот как это можно Обеспечить Да Вот такую жизнь Вот какую то Взобновить свою рабочую силу Только и то Не полностью Можно на эти деньги Понимаете Вот Да и там Какая экологическая ситуация Атмосфера то какая Вот там Где добывают Каменный уголь Тоже значит Переработка же идет Там еще Перегрузка и прочее В общем Вот понимаете Получается так Все вот Производственное Это отношение А почему топ-менеджер Так много получает Этот топ-менеджер Может быть До юра Не владельцем Этих шахт Предприятий Каких-то Добывающих У нас в основном Добывающих Он не владелец Владелец другие Но он Де юра не владелец А так Он получает Такую Прибавочную Стоимость То Это я Говорит о том Что он Де факто Распоряжается Пользуется этими Средствами Производства То есть он Де факто Владелец Хотя Де юра Вот на бумаге Он говорит А чего Я вообще Пролетарий У меня ничего нет Да Я наемный работник Как и вы Он может сказать Тому же шахтеру Да я такой же Как бы Наемный работник Вот Да Ну я понял Вот Такой адрес Извините Старался быть Кратким Но краткость Знаете Сестра таланта Не всегда Сестра таланта Потому что Все у нас Великий закон меры Вот опять Дегеля вспоминает Благодарность Он открыл Великий закон меры И краткость тоже Должна быть мера Чуть меньше И уже это не краткость А галопом по Европам Ничего не понятно Все Смешалось В кучу Да и Не произведен Не анализ Не поймешь что Просто так Назвал несколько Вот я Само себя уже Так упрекаю За то что Я при такой Преподнимается Да Вот Ну спасибо за внимание Это все Субтитры сделал DimaTorzok